Многие из вас мечтают открыть бизнес, но не знают, какую выбрать нишу и с чего начать. Так вот, хочу рассказать вам о канале, который ведет обычный сельский парень. Человек открыл собственную управляющую компанию и уже седьмой год успешно работает. Пруфы вы найдете на его странице. Айдар расскажет, как открыть дело, с какими проблемами вы можете столкнуться, а также о плюсах и минусах работы в данной сфере. Возникнут вопросы, Айдар готов на них ответить. Решить проблемы в плане коммуналки это тоже к нему. Канал только создан, парню очень нужна поддержка. Переходите по ссылке внизу, подписывайтесь, лайки, репосты приветствуются. Часто спрашивают, какой толк от того, что мы, журналисты и блогеры, озвучиваем те или иные проблемы, вроде и без того, все о них в курсе. Приведу простой пример. Некоторое время назад в одной из своих программ я говорил о так называемом медицинском рабстве по ОМС. Но это когда человека прикрепляют к конкретной поликлинике, как правило, по месту жительства, по сути, лишая его права выбора, вот лечись здесь и все. Несмотря на то, что по ОМС ты все равно лечишься за деньги. Я один, кстати, по этому поводу возмущался. Многие мои коллеги подхватили ту песню. Итог. В конце февраля спикер Совета Федерации Матвиенко вмешалась в ситуацию и заявила, что пора прекратить эту вакханалию. Нужно позволить людям самим выбирать, куда обращаться с этим полисом. И предложила в том числе разрешить обслуживаться по программе обязательного медстрахования в частных клиниках. Вот вам пожалуйста. Нет, я, конечно, понимаю, что баба Валя не из любви к народу. Данная история озаботилась. На носу выборы. Надо как-то поднимать рейтинг партии, ушедшей в глубокий минус. Мониторщики от ЕРСИ сейчас активно отслеживают информационную повестку оппозиционных СМИ, поэтому пошла реакция. Но разве оно плохо? Пусть маленькая, а ведь победа, хоть что-то они сделали, исходя из наших интересов. И произошло это потому, что мы не молчали. Начинаем! Флагман отечественного автомобилестроения, завод КАМАЗ, готовится объявить о неполной рабочей неделе в обозримом будущем в связи с проблемами у китайцев. Из-за вспышки коронавируса в Поднебесной предприятие начало испытывать перебои с поставками комплектующих. Для того, чтобы производство не останавливалось, менеджмент завода вынужден был пойти на такие меры. Сейчас речь идет о том, что с 20 апреля нововведения вступят в силу. Впрочем, возможно и раньше. Какими могут быть последствия? А вы не догадываетесь. Ну, во-первых, люди потеряют в зарплате. Во-вторых, снизятся объемы производства, во всяком случае сроки поставок. Новых автомобилей по контрактам точно изменятся, что неминуемо приведет к штрафным санкциям со стороны заказчиков. То есть КАМАЗ понесет убытки. Дальше, значит, бюджет недополучит энное количество налогов. Значит, упадет покупательская способность всех задействованных в этой цепочке лиц. Одной фразой. Данная история очень здорово шарахнет по российской экономике. Ну, пока еще мы можем использовать оговорку «возможно». Вот это мы, блин, так до импорта замещались. С 2014 года, слышим, надо налаживать полный цикл. Санкции нам только на пользу. Нельзя допустить, чтобы российские промышленные гиганты зависели от заграницы. Проблемы всегда есть, и они всегда будут. Но мы точно победим. И сомнений быть не должно. И вот почему. Потому что вот это так называемое импортозамещение, оно дает свои плоды. Да ладно, серьезно. Вот это было сказано еще в 2016 году. И не абы кем главой государства. За окном 2020. И мы завод КАМАЗ останавливать собираемся. Из-за отсутствия китайских комплектующих. Китайских, блин. Прекрасно мы импортозаместились. Импортозаместились. Повторюсь, мне почему-то всегда казалось, что импортозамещение – это когда мы сами начали производить те комплектующие внутри страны. В смысле? Желательно на двух разных предприятиях, но на всякий случай. Однако великим экономистам из правительства им же виднее. И мы только об одном заводе сейчас говорим. А сколько вообще производств по стране завязано на Си Цзиньпине? Могу поспорить. Девять из десяти. То есть мы теперь каждую неделю подобными новостями наслаждаться станем. Еще один гигант останавливается. Партнеры из Азии. Какую-то холеру не подвезли. Вот в прошлой программе уже говорил. Нами правят какие-то враги. Полное ощущение того, что данные эффективные менеджеры гадят специально. Я не могу найти другого объяснения. Куда не сунься засада. Со всех сторон обложили, причем кто? Да нет. Ни Трампы, ни масоны. Идиоты, которые занимают ответственные должности у нас. Идиоты и бездари. Ах да, совсем же из головы вылетело. Надо же просто еще немного потерпеть. И мы все попадем в рай. Это реальная журналистика. Испанский стыд. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. О вселенской любви к великому кормчему, помните, рассказывал несколько выпусков назад. Но там, в ЦИОМ. В очередной раз всем нам поведал, будто бы рейтинг доверия к главарю в январе вновь бил рекорды. Вырос аж до 74% и стал сверхвысоким за последние несколько месяцев. Думаю, впрочем, что в феврале эта цифра даст еще более резкий рывок. Процентов, этак, до 80, а то и до 90. Но надо же, в преддверии голосования по президентским поправкам какую-то сказочку для электората состряпать. Тем более, что на большее пропагандисты все равно не способны. Они только про заоблачные рейтинги царя горбатого лепить умеют. Проблема в том, что все меньше и меньше наших соотечественников ведутся на те росказни. Почему-то. Холохи, что ли, в России перевелись. Ну вот, пожалуйста, казалось бы, казаки, которые по жизни от верховного главнокомандующего омлели. И те все чаще говорят не по сценарию. Донские казаки не хотят воевать за Путина. Об этом заявил казачий атаман Анатолий Беева на собрании казаков. Он вступил в спор со сторонником Путина, спросив о выгоде, которую получат казаки от того, что поддержит российскую власть. Беева уверен, из них хотят сделать пушечное мясо для Путина. Что с этого будут иметь казаки за то, что они пойдут защищать путинскую власть? Вот конкретный вопрос. Вслед за казаками против беспредела российской власти начали не бояться высказываться военные. Сотрудники правоохранительных органов, от которых, к слову, критические замечания в ту сторону мы слышим крайне редко, ну потому что они при погонах. Потому что под присягой вроде как не пристало. А помните вот эту вот песню шедевральную? Владимир Путин. Молодец. Политик, лидер и борец. Ее автор, депутат прапрезидентской партии коммунисты России из Татарстана Некто Лихачев. Блин, даже этот свою позицию изменил. Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуевна. Ну уж, а как у нас народ пропагандистов обожает, что неустанно рассказывают этому народу о тех рейтингах, о рывках и прорывах, о том, что живем мы практически в сказке. И не сегодня, не завтра в Эдеме окажемся. Пример той самой народной любви. Уходи! 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 Уходи, брат! Уходи, брат! Уходи, брат! С другой стороны, пусть пропагандист скажет спасибо, что не накостыляли ему от переизбытка-то чувств. Впрочем, а вот если бы она там появилась, что-то мне подсказывает, что народ был бы менее сдержан. Потому что эту даму россияне не то что обожают, души в ней люди не чают. Как думаете, почему? А потому что честное и чертовски правдивое. О, ватница, любимая ватница Путина, шавка ебаная, блядь. Покажи личико, сука, блядь. Парахаботы, блядь, путинские шавки, сука, блядь. К слову, обратите внимание, рядом стоят коллеги Скобеевой, причем такая достаточно внушительная толпа. Но никто даже не пытается заступиться за эту «прости господи даму». Что так? Да потому что в глубине души эти люди понимают, насколько подло поступают со своей аудиторией. Понимают, что продают, предают и обманывают зрителей, слушателей, читателей. Им стыдно и им нечего возразить. Можно ли верить сказкам этих боязливых обманщиков? Решайте сами. Ну и под занавес еще одной басни вас хочу повеселить. Каждый новорожденный младенец в России обходится бюджету, внимание, 8 миллионов рублей. Вы не ослышались. Агентство стратегических инициатив, есть у нас и такое, оказывается, подготовило отчет для госсовета. И вот в нем ребятишки данную цифру указали. Я, если честно, этот отчет перечитывал несколько раз, все пытался понять. На что же Минфин такие деньжищи-то тратит? Из более-менее вразумительного нашел только траты на материнский капитал. Но мат-капитал это ведь всего лишь 460 тысяч. И то не на каждого новорожденного, а только на второго, третьего в семье, ну и так далее. Хорошо, подумал я. Допустим, туда же. Посчитали траты на содержание роддомов, оснащенных как будто бы по последнему слову. Допустим, слегка приврали, что привлекают для родов исключительно мегаспециалистов из какой-нибудь Германии, у которых райдер. Это миллион. Полтора с натяжкой. А потом до меня дошло. Я же забыл про цепочку из чиновников. Депутатов разных уровней. Их там уровней 10. У каждого помощник, охранник, водитель, секретарша, бухгалтер, визажист, группа-бумажка-перекладыватель, и жопа-стиральщиков и так далее. Вот куда уходят оставшиеся семь лямов с каждого новорожденного в стране. Отчет, опять же, данный каких-то денег стоил. То есть, представляете, какое количество паразитов у нас за счет государственных траншей кормится. Вот поэтому они и довольны. Я паразитов имею в виду. Им хорошо, у них стабильность. А ты давай ставь лайк и иди заваривай доширак на обед. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова